В Рязани рассматривают возможность введения системы QR-кодов для выхода на улицу. Проект платформы уже разработан, рассказал об этом министр цифрового развития региона Валерий Стройков. Согласно рассматриваемому на данный момент варианту, код нужно будет оформлять через специальную форму на сайте регионального правительства. После заполнения он появится на экране, его можно будет скачать, распечатать, отправить себе на e-mail. Человек дает согласие на то, что, во-первых, он ознакомился со всеми документами правовыми, которые будут выложены на данном портале. Он дает отчет тому, что он не болеет, у него нормальная температура тела. Он дает отчет, что в случае возникновения признаков заболевания, он обратится в медицинскую организацию и уже не будет получать данный пропуск на передвижение. QR-коды для перемещения планируются автоматически выдавать всем заявителям. Предполагается, что проверять их будут уличные патрули полиции. Они смогут не только сверить личные данные предъявителя с базой тех, кто оформлял пропуска, но и оценить соответствие заявленной цели выхода и фактического местоположения. К примеру, если человек указал, что хочет дойти до ближайшей к дому аптеки, а полицейские встретят его гуляющим в другом районе города, они заметят такое несовпадение и это будет считаться нарушением, как и отсутствием кода. В рассматриваемом проекте платформы цель выхода из дома нужно будет выбирать из ограниченного списка в форме. Его огласят после запуска платформы. Срок действия кода от 4 до 24 часов будет определяться системой в зависимости от выбранной цели. Ограничения по количеству кодов в неделю или месяц для одного человека в текущем проекте не предусмотрены. Этот аспект, как и прочие, будет регулироваться распоряжением правительства о введении кодов. Министр уточнил, что в случае введения QR-кодов распространяться система будет не только в Рязани, но и во всей области. Также он не исключил, что нужно будет заново оформить введенные ранее бумажные пропуска для работающих граждан. Вероятно, их усилят кодами.